Сегодня в день эколога в природном парке птичья гаваня кольцевали чаек. Специалистам важно отследить путь этих пернатых, ведь порой они переносят опасные для человека вирусы. Репортаж Евгения Нефанова и Сергей Гаврилова. На что похож этот звук? Ученым он напомнил громкий смех. Так они и окрестили этот вид – чайка-хохотунья. В центре Омска их гнездится до полутысячи, здесь их родина. И именно тут появляются птенцы. В 1987 году Сергей Соловьев написал кандидатскую диссертацию, где подсчитал – в птичьей гавани одна особь на один квадратный километр. За 30 лет популяция выросла в 400 раз. Хохотунья питается и рыбой, и рептилиями, и даже мелкими млекопитающими. Птицы выбрасывали из ротовой полости полностью проглоченных мышей. То есть птенец буквально такого возраста умудряется проглотить мышку. Птенцы как раз и находятся в центре внимания Сергея Соловьева и его практикантов. Каждая птица получает по два кольца. Они очень легкие, свободно помещаются и не мешают в дальнейшем. Птицы ведут себя спокойно. Конечно, им не нравится то, что их беспокоят. Но, в принципе, ведут они себя нормально. Ну, что я не могу сказать, допустим, о их родителях, взрослых более отчаях, потому что сейчас он вырывается, и он уже устал. Они начинают оборонять своих птенцов и, то есть, клевать, кто их беспокоит. Держать в руках птенцов – это целая методика. Обязательно двумя руками крылья сложить, а большие пальцы наверх. И времени у волонтеров мало. Птица не должна ни стресс получить, ни перегреться. Этот птенец в руках Арины прошел всю процедуру за две минуты. Итак, в результате кольцевания каждая чайка получает два паспорта. Слева – это российский паспорт, справа – желтенький загранпаспорт. По этому кольцу Омскую хохотунью распознали на Аравийском море. Оказывается, ей нравится отдыхать на Гуа. Впрочем, Юго-Восточная Азия – это порой тревожный регион. Оттуда в свое время распространился птичий гриб. Поэтому студент Никита Новиков называет кольцевание и санитарно-эпидемиологическим мероприятием. По попадающим инфекциям к нам мы потом уже понимаем, кто их приносит. В том числе и с этими переносчиками являются птицы. Ну вот конкретно вот эти птенцы сейчас пока вряд ли являются какими-то переносчиками, поскольку они маленькие, здесь у нас ограниченная территория, остров. То есть это все им грозит только, когда они уже вырастут. Профессор Сергей Соловьев называет обстановку контролируемой. Ведем сайт, мониторинг сайтов, где вспышки гриппа птиц. И поэтому, соответственно, мы будем ставить Министерство природных ресурсов и экологии нашего губернатора о том, что возможно в центре миллионного города появление носителей гриппа птиц. Хохотунья проводит дома всего три месяца. Уже в конце июля она встанет на крыло. Поэтому на любование этой птицей у амичей мало времени. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...